Мы со своей заведующей решаем проблемы. Маски взять! Обращаемся в больницу уже на протяжении, наверное, месяцев трёх. То есть единственное лечение это мазь левыми кольми? Мазь левыми кольми. Вы гарантируете, что инвалид будет обслужен? Конечно гарантирую. В соответствии законодательстве? Полностью будет обслужен, никаких проблем не будет инвалидом. Ни какие права его не будут нарушить. Договорились. Договорились. Я выхожу за территорию, включая камеру. Без проблем. Благодарствую. Подъезжаешь, вот место для инвалидов, которые постоянно заняты. Маски взять! Должны, по идее, санитаров выделить. Уже устали воевать. Ужимай кнопочку. Я ничего не знаю. Не нажимайте, говорит. Аппараты не работают. Почему женщина вынуждена обращаться к журналисту? Второй раз за сегодняшний день приезжает. Инвалид первой группы, он не может передвигаться. Как ей доставлять? Она замучилась. Почему по-человечески нельзя было вообще поговорить с женщиной? Даже принимать не хотите? Вам не стыдно занимать такую должность? Это вы пытаетесь избежать ответы на вопросы? Вы всё равно отвечаете. Выделяйте санитара. Вот это, да, коляска? А кто главврач? Слепов или Слепов? Слепов. Слепов Максим Николаевич. А это медицинская маска? Почему не написано, что это медицинская маска? Вам нельзя. А я не захожу? Как вы, заведующего не знаете? Нет, мы не знаем. Вы нас много не снимаете. Вон туда... Нет, я вас много не снимаю. Я произвожу видеофиксацию. Я снимался. Нет, согласна. Мы со своей заведующей решаем проблемы. Я с этой ситуацией столкнулась в первый раз. За 16 лет к вам впервые приехал инвалид? У меня инвалиды без предупреждения не приезжают. У инвалидов большая проблема со здоровьем. И никто ей не хочет заниматься. Если бы это был инвалид с моего участка... Ну мы же не будем переписывать инвалидов с участка на участок, чтобы решить проблему. Ну тогда давайте действовать. Давайте. Человек уже минут 20 сидит в машине. Я сейчас выйду в белом халате и скажу, что я Дед Мороз. Ты поверишь? Ты знаешь, тебе максимум 10 лет. Ну как с нами? Ну а как по-другому? По-другому не получается. С видео-то, конечно, никаких проблем. А подставки для ног нету? Да вот что-то нету. Потеряли? Мазки взять! Наконец-то покаталась! Вот так бы сразу. Улучшение в три раза, да? Вместо одной мази назначили три. Да. Замечательно. Вы первый раз увидели, ужаснулись. А я каждый день это вижу. Каждый день. Всем привет. Едем на студенческую 18. Это больница. Поступило сведение, что инвалида первой группы не пускают в больницу. Хирурги отказываются принимать. Подъездных путей для колясочников нету. То есть попасть в больницу невозможно. И постоянно какие-то проблемы с приемами. Едем туда, будем выяснять, что случилось. Что происходит вообще? Ну что происходит? Сестра инвалид первой группы. Инвалид детства. Представь. Детский церебральный паралич. Я Крылова Татьяна. Родная ее сестра младшая. И вот когда родилась, Алена уже такой была. Причина ее заболевания, это когда родители переехали сюда, в Сургут. Переехали с большой земли. И у Алены, она еще была тогда очень маленькая, от перемены климата очень долго держалась температура. Врачи пытались выяснить, что, как, из-за чего. Делали кучу анализов. По Итубу ей сделали пункцию. Проверяли там спиной мозг, в общем, что-то это. И задели центральный нерв. Ее парализовало полностью. То есть маме на руки ее отдали. У нее ни руки, ни ноги вообще не шевели. И через сколько лет было? Ну, она маленькая совсем была. Там, может, годика-два целый. Я точно не знаю, какой возраст, но, значит, совсем маленькая она была. После этого они прошли вот с отцом, как бы, кучу всяких санаториев, центров реабилитации. Поставили ее немножко на ноги. Заставляли ходить ее тем, что покупали трехколесный велосипед, привязывали ножки к педалькам и катали. То есть заставляли ноги разрабатывать. Сейчас в чем проблема? Сейчас она ходит, но ходит очень плохо. То есть получали мы когда ИПР, индивидуальную программу реабилитации, даже там прописано, что она ходит, но очень плохо. То есть с нарушениями ей выделили коляски. То есть, по идее, она как бы колясочником считается. Дома она перемещается, но даже по дому с поддержкой. То есть очень тяжело. Нет, а сейчас вот в больнице. Сейчас вот мы обращаемся в больницу. Получается, за счет того, что она мало двигается, она постоянно сидит либо лежит. У нее начались пролежни. Очень сильные гематомы, образование. И, естественно, они очень сильно чешутся. То есть она их раздирает просто в кровь. Обращаемся в больницу уже на протяжении, наверное, месяцев трех. Вот в эту поликлинику. Вторая ее проблема, у нее понижен гемоглобин. То есть не хватает железа в организме. Это по месту прописки, да? По месту прописки. И терапевтов на дом вызывали. И туда уже по месту ездим. Анализы эти сдаем. То приедут домой, то неделю ждешь, не дождешься, что они приезжают, забывают. Или там заявки какие-то не оформляют. И сейчас уже вот, получается, в прошлую пятницу, не в эту вот прошедшую, а позу прошлую, то есть неделю назад, опять же вызвали терапевта на дом. Я разговариваю, терапевт приходит, наша участковая. Я объясняю, опять же, ситуацию, что говорю, вот вы что-то решите уже. То есть вот они нам назначают, мажьте левомиколью. Вот мазь левомиколь. То есть единственное лечение – это мазь левомиколь? Мазь левомиколь. Мазь левомиколь. Вот эти расчесы, чтобы они заживали. Я объясняю, что у нее внутренняя гематома. Я показываю ей, то есть вот, что с этим делать. А на стационар они или нет? Вы требовали на стационар? На стационар ее, во-первых, если положат, то положат одну. А она нуждается в постоянном постороннем уходе с опекуном. Нереально ее положить. Сама она там не будет лежать. Она просто устроит дикую истерику. Она будет кричать и прочее. Она не дастся не пролечиться, ничего. И ладно, стационар. Я говорю, вы хотя бы вот, ну, чтобы хирург смотрел, назначил что-то посерьезнее. То есть не левомиколью, а чтобы убрать, вот, допустим, компрессы какие-то там, массажи. Я не знаю, ну что-то же, можно какое-то лечение назначить. На что мне терапевт сказал, хорошо, вот я сделаю заявку, во вторник к вам придет хирург. Ждем мы вторника. Во вторник, получается, к нам приезжает медицинский работник, молча берет кровь из вены, уезжает. Я спрашиваю, что, а как хирург-то придет? Не знаю, ждите. Ждем. Неделя прошла. Вот со вторника у нее взяли анализы. И тишина, вот полнейшая тишина. То есть ни звонка, ни хирурга, естественно. А ты сама звонила? Звонила в регистратуру? Узнавайте у терапевта. Делайте опять заявку или еще что-то. Терапевт наша пока ведет прием на вызывание ездит. То есть может приехать только дежурный терапевт, который, опять же, ничего не ответит. Сегодня мы решили сами туда поехать. С горем пополам посадила Алену в машину. Приезжаем туда. Получается, вот у них там место. Ну, сейчас все это увидите. То есть там вот подъезжаешь. Вот место для инвалидов, которые постоянно заняты. Кое-как я туда доехала. Алену из машины мне самой не вытащить. Полноценно ее не довезти. Я бегу туда. Обращаюсь, что мне нужна коляска. То есть, ну, есть такая у них услуга. Они обязаны вот там ее доставить до кабинета. Захожу туда, мне объясняют, что у нас вот ремонт крыльца, что коляску-то мы можем дать, но без мужской силы нам ее не поднять. То есть там по ступенькам в этой коляске. Но они должны, по идее, санитаров выделить. Мы не знаем, что делать. Вот просто разводят руками, бегают из угла в угол, что не могут ее поднять. А ты требовала главврача вызвать и так далее? Я пошла, опять же, наверх к старшей медсестре. Меня направили. Объясняю старшей медсестре ситуацию. Она говорит, идите узнавайте у хирургов, почему не пришли. Иду к хирургам, захожу в кабинет, говорю, у вас должен быть журнал заявки. Вообще, делали ли эту заявку на вызов как бы хирурга это? Мне хирург объясняет, у нас вообще, говорит, сейчас мы выезды не совершаем, потому что по ковиду у нас забрали служебную машину, а без служебной машины мы не имеем права выезжать по домам. То есть вообще никакого журнала у них даже близко нет. Вот так мне ответил хирург. И вот после этого я уже не стала дальше бегать по кабинетам. Приехала, вот, к вам обратилась. Потому что уже устали воевать, уже, ну, не воевать, ну, грубо говоря, уже не знаешь, куда бежать. Задаю вопрос, говорю, можем ли мы обратиться, допустим, в травматологию? То есть в травматологии все равно есть лежачие больные, там также есть хирурги, которые могут осмотреть, которые могут это. Мне сказали, нет, это вот по месту прописки вы должны вот как-то решать это с терапевтом или еще с кем-то. Ну, как это все решать? Кому убежать? Я честно, я не понимаю. Я говорю, я уже привезла. Вот вы должны ее, по идее, осмотреть здесь, сейчас. То есть помочь мне ее доставить, осмотреть, назначить лечение. Почему такое отношение? То есть я должна на себе таскать инвалида и мыкаться из кабинета в кабинет, выясняя, где и что, и куда. Получается, Елена сидела в машине, ты бегала по больнице, да? А никто не вышел, ни санитары, ни коляску, ничего не предоставили? Нет. Ну, едем выяснять. Ну, ничего, подъехал. Инвалид. Так, Елена, оставляешь, да, в машине? Потому что мы еды с колясками, туда никак. Ну, место нашли, вот этих ребят, пускай совесть заест. Так, и что? Вот это здание, да? Вот оно, получается, этот подъем. Это вот как раз для... Это вот инвалидный подъем, да, для инвалидов? Он находится в стадии ремонта. А если сюда вот заехать, да? Нет. А этот ход вообще закрыт, да, получается? Нет, нет, не закрыт. А, а там не оборудовано ничего, да? Пандуса нет. Это тоже пандус, там, получается, подъем был. Маска есть? Здравствуйте. Маску я забыла. В машине. Предоставься, пожалуйста, маску. Это средство индивидуальной защиты? Да. Ну, не похоже. А есть сертификат соответствия? Здравствуйте. Девушки, мы приехали с инвалидом первой группы. Нам нужна инвалидная коляска. Я ничего не знаю. Санитары. Кому обратиться? В регистратуру? Вот так все, я же говорил, вот так можно. Пойдем в регистратуру. Ужимай кнопочку. Как-то не надо. Здравствуйте. Подождите минуту, пожалуйста. Ждем. Не нажимайте, говорит. Аппараты не работают. Что-то завис. Корзина работает. А вот терминал записи нет. А вот, что-то запускается. А вот здесь вроде как биометрию снимают. Тут какой-то датчик. Что? Ты громко говори. Это же под запись идет. Сколько времени прошло? 30 минут. Не, ну не 10, 5 лет. Здравствуйте. 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 Слушаю вас. Татьяна, прокомментируй, пожалуйста, что происходит. У меня девочка, ну, самая старшая, инвалид первой группы. Так. Мы окружающий день ждем дома хирурга. Так, вот я хочу сказать вам, что снимать вы меня можете с моего согласия. Значит, я снимался. Нет, согласна. Вы должны сномиться? Ситуацию я вам не слушаю, конечно, обязательно, что смогу, чем могу помочь. Но против видеосъемки я категорически. Какие проблемы? Берите, пожалуйста. Я журналист, имею право в общественных местах снимать видео. Без согласия. Антон Николаевич Булгаков, СМИ, Камчатский регион. Вот мое удостоверение. Нет, какие проблемы? Вот отсюда же можно помочь. Чуть-чуть подальше, так слушаю вас, давайте. Мы можем попасть в туру. Мы вызывали нашего терапевта, пришла наша учебковая. А, присталкивайте. И в средстве от победы, в неделю, в двадцать неделю. Пришла наша учебковая терапевта, потому что во вторник к нам придет пирург. Во вторник к нам по итогу пришли, взяли кровь. Да. И ушли. И вот уже сколько неделя прошла. Мы ни звонка не дождались, ничего. Я сама звонила до дискатур, мне сказали, вы на практике терапевта. По итогу, вот сегодня понедельник, мы приехали с ней сюда, в надежде опять же попасть к химии. Она, где сейчас? Машине. Она сама очень плохо ходит, я обратилась за коляской. Так. У вас ремонт, мне не могут помочь ее сюда даже доставить. Ну, видите, я не думаю, что пандус сейчас не работает. Выделяйте санитару. Вот что я могу одна. Она взрослая девушка, и представьте, если я даже помогу на коляске. Я вам коляску вот здесь, а мы, ребята, поможем. Я же вам предлагала, что вы, ребята, у вас здесь предложили. Вы мне сказали, что у вас ремонт, вы обратились к столицу. Нет, отсюда можно. Коля, со мной еще мужик стоял вдвойне. Я верну, потому что он мне сказал, что нет. Давайте поделать, предоставьте, пожалуйста, коляску. И мы, вот, пожалуйста, коляску уже есть. Вот какие проблемы, вот коляску, пожалуйста, все берут, кому что надо. А кто может помочь? Помогите, пожалуйста. Помогли, помогает, почему? Так что тоже не эти, которые, что помогали. Нет, это только дорогу. Давай на флаг нельзя. Вот я прошу, да, не заявлю. Заметер. Други вообще на вызов не приезжают. Почему я не могу зараживать? Это проявление. Есть заведующий хирург. Я просто исполняющий обязанности сегодня, дежурного администратора. Сейчас я поднимусь к нему, и уточню все. Минуты через три спущусь, я вам скажу. Значит, вы поцелку привели, а так сейчас уточню с хирургами все. Ждем вас. Ждите. Мы сейчас поле пройдет, но никаких проблем не было. Я бы говорила, что я не помню. С видео-то, конечно, никаких проблем. Обе видео при кабинете отбежало и толку моют. Татьяна, не стесняйся говорить громко. Ты благое дело делаешь. Чего ты стесняешься? Голос такой. А? Голос, наверное, такой. Привыкла потихоньку. Говори, пожалуйста, громко. Хорошо. Буду стараться. Потому что звук очень важен. Вот это, да, коляска? Угу. А кто главврач? Слепов. Слепов или Слепов? Слепов. Слепов Максим Николаевич. А вот контакты. Слепов. А это медицинская маска? А почему не написано, что это медицинская маска? И что это средство индивидуальной защиты или масла? Да, нет, спросите, у меня ничего не осталось Ага, не знаете, да? Точно А что у вас на область? Ну, это масло Машка подожди сюда, да? Нет, это подожди Я Сейчас письмо, что-то подниму А, да Смотри, какой значок рентгена, прикольно Я не захожу А я не захожу Там просто пандус А как у вас сейчас инвалиды-то добираются? Сами? А? Инвалиды как добираются до вас? Ну, вот так мы помогли, пришли Они здесь как-то А лестницу как они проходят? Там специальное место сделали Я же ей предлагала, не знаю, что-то Коману прослушала Ну, это вы сейчас Это вы сейчас под видео предлагаете? Мне вот она живая сидит Чего я под видео? Я ничего не боюсь Это вообще не зависимое Я вообще здесь не включу Получается, на время ремонта Инвалиды вот так вот Постоянно Вынуждены Просить помощи Коляски искать Санитарах Кому-то предоставляют, кому-то нет, да? Даже до ремонта Еще вот мы с ней проходили Буквально пару лет назад Проходили флюорографию До флюорографического кабинета То есть мы также можем там Познать ее на коляску И прочее довезти Чтобы снять флюорографию Она не может задержать дыхание сама То есть не стоит полноценно Пытаются сделать, не получается Отправляют в другой кабинет Где ее ложат уже получается И делают снимок лежа И вот поднять ее Даже вот на вот это место Где она должна лечь Это все только на мне Вот ни разу в жизни Сколько мы приходим Помощи не предложили А сколько раз вы сюда ходили? Всю жизнь С 2001 года мы ходим В эту полицию Десять, двадцать, сто С 2001 года Сколько всего посещений было? Раз в год стабильно проходим флюорографию Периодически посещаем терапевта Раз тридцать, сорок вы здесь были? И ни разу вам не Флюорографию вот каждый год проходим Коляску вам сколько раз предлагали за это время? Предлагать ни разу Если сама обращалась, то давали То есть коляску давали, а санитаров сколько раз выделили? А как Ты сама затаскивала что? А мужчины, которые вокруг были Никто не помогал? Вот мы ее до кабинета возим Получается на коляске Там мы ее Здесь Здесь Положить Они Они Не опускаются Вот У них не приспособлены вот эти вот аппараты Которые Рентген делают Я не знаю Кушетки Она не опускается низко А она сама залезть не может То есть мне приходится ее просто поднимать И Ложить Потом Подожди Шумят А вот Женщина выходила Как ее зовут? Имя Отчество Которое А? Которое Ну вот В белом халате Я не знаю А мы ее Ну как Вы заведующую не знаете? Нет Мы не знаем Имя, отчество скажите Я же не прошу фамилии Не было Не было Не было Я Снимался Нет Согласна Ну сейчас может выйдет будет Но на видео то зафиксировано что не было Да У вас кстати тоже нет никаких бэджиков Ну раз вы много не снимаете вон туда снимайте Не Я вас много не снимаю Я произвожу видеофиксацию Это получается мне сейчас неизвестно что забрал документы и ушел А она твой паспорт забрала? Аленин паспорт А зачем ты отдала? Так она что к хирургу пойду договариваться? В смысле договариваться? Без тебя? Да А зачем ты документы отдала? У нас врач И она представилась У меня еще обязанность И че? Я сейчас выйду в белом халате и скажу что я Дед Мороз Ты поверишь? Да Ну значит тебе максимум 10 лет Ты зачем паспорт отдала? Ты че? Сейчас там какую-нибудь я не знаю Че Че может сказать? Представилась Где она представилась? Ни фамилии, ни имени, ни отчества Ничего на ней представилась Ни документов Ничего она мне не показала Ты че незаконному человеку в маске В белом халате отдаешь себе документы Она же паспорт вытащила А это дальше паспорт? Нет Это инвалида Первая группа Так я паспорт отдаю в целости сохранности Значит хирурги на приеме сейчас есть Вопрос сколько она весит Ложим ее перегрузить или нет Ну кого-то попросим Конечно А принять то не приму Я сейчас позвонила Заведующему второму терапевтическому отделению Куда вы относитесь Мовчан Виталий Анатольевич Они были сейчас на общей планерке Он уже едет сюда Так что это можно буквально минут пять Он там на машине все Так что он сюда сейчас прибудет Ждем доктора Он не доктор Он заведующего отделения Общество административное лицо Это я просто А будьте добры Представьтесь пожалуйста А моя фамилия Шанбасова Малыша Гумаровна Я участковый терапевт 42-го участка 3-я терапевтическая А заведующего как зовут Который едет? Виталий Викторович Мальчанов Нет, Виталий Викторович Мальчанов Ждем заведующего Ей что дальше? Нет, мы можем выкатить коляску И попытаться поднять ее по лестнице А куда? Вы готовы к приему? Да, хирурги как-то себя Ну тогда давайте действовать Давайте Человек уже минут 20 сидит в машине Надо было вам что-то обговорить сначала Как-то вот Ну так она уже не первый раз сегодня приезжает Виталий Викторович Мальчанов У меня работает все А мне за братья будет А за братья они все ушли До часа Двух до пяти врач сказал Ну сходи наберем баляску И вот просто вот Проблема уперлась Сейчас подпала с лимонтом фандуса Потому что если фандус был в рабочем состоянии Выкатили перегрузились И этот фандус Он сейчас не рабочий получается Вы видите, я пацанку совсем не знаю Не знаю, в чём там делать Не знаю, в чём там делать А была кто нам летит? Нет, была Крылова И уже полгода Мы не можем решить с Крыловой вопрос По поводу гемоглобина Вот врача нам не меняют Скажите, пожалуйста Отойдите сюда, пожалуйста Если вы так долго решали этот вопрос Подойдите сюда, пожалуйста Ну вы на проходе стоите Подойдите, пожалуйста Ну я нормально вообще Ну вам нормально Люди ходят Я хочу спросить у вас Вы к заведующему отделению обращались? Обращалась То есть вы к ченозору Виталий Викторович? Он что сказал? Да Решите вопрос Отправили другого врача Она пришла Говорили И опять тишина А дальше? А Крыловой И они к Морчену обращались Вообще они не знают Своих докторов и заведующих Они не знают Что, друзья? А? Что, забрали? А, все, значит сейчас едут Ну я просто, знаете Как вы не забыли Представляю Мы ее подгрузим Вот если допустим в кресло Мы ее не сможем поднять наступление Нет Сами приехали Нет Сами приехали А, здесь восемь Я сейчас тебя ездил Добираются до врачей Как инвалиды до врачей Добираются? Каждый раз Сами? Я с этой ситуацией столкнулась В первый раз Вместе на участие А вы давно работаете? Я-то давно работаю Я допустил эти как-то проблемы А сколько? Извините, сколько лет? А пока есть? Вообще? Будет цель? Нет, вот здесь Именно вот в этом здании В этом здании С 2004 года За 16 лет К вам впервые приехал инвалид? Нет Ну пандус работал Просто не было такого Что не работает пандус Мы просто выкатывали коляску и закатывали За 16 лет впервые ремонтируют пандус? Ну вы знаете Вы вопросы задаете Не как администратору Не хозяйственнику Я просто участковый врач Ну я понимаю Я просто вас как человека спрашиваю На вашей памяти Пандус, да Я первый раз вижу Что вот такой ремонт затеи Обычно он всегда в рабочем состоянии Но почему меры не предусмотрели? По идее должны выделить Как минимум двух санитаров Которые будут доставлять Ну помогать колясочникам добираться Сейчас приедет заведующее отделение Виталий Анатольевич Мне все эти вопросы зададите Хорошо Если по своему участку То у меня инвалиды Без предупреждения не приезжают Они вызывают меня на дом Я их домой Оговариваю все вещи А если критический случай? Ну критически Допустим, как бывает Что что-то надо Родственники сопровождают Ну я не сталкивалась с этим Что некуда Хорошо Благодарствую У вас, наверное, тоже есть Родственники, да? Я-то мама И вот мы вдвоем Я даже не знаю Я не знаю вообще Какая экстренность Мы совершенно не владеем ситуацией Если бы я этого пациента узнала Я бы что-то сказала Экстренная ситуация Я считаю Ну в кавычках экстренная Она возникла из-за того, что Татьяна постоянно приезжает И очень трудно добираться до врача Никто не реагирует на ее проблемы А то ее футболит туда-сюда То к участковому То к главврачу То еще куда-то То к хирургу И она не может решить проблему У инвалида Большая проблема со здоровьем И никто ей не хочет заниматься Если бы это был инвалид с моего участка Она, наверное, что-то смогла ответить А сейчас действительно Общими фразами отделываю Ну мы же не будем, как говорится Переписывать инвалида С участка на участок Чтобы решить проблему Нет, поэтому мы ждем заведующего отделения Который руководит этим отделением Врач участковый работает в этом отделении Поэтому я и говорю Допустим Мы со своей заведующей решаем проблемы Да Да, хорошо Угу Да Угу Хорошо Так У нас есть еще один заезд в поликлинику Это в боксе Он с той стороны Вот Чтобы вот так долго не стоять Что можно сделать сейчас? Единственное, что Сейчас вам коляску выкатят Попрошу сестру В бокс закатят С той стороны Я приглашу туда хирургу Ну то есть в какой-то А машина туда подъедет? Ну то есть в какой-то А машина туда подъедет? С той стороны? Ну то есть в поликлинику Я тоже внизу стою Я тоже внизу стою Это вы меня спрашиваете Я не знаю Я в боксе Я в боксе Я никогда не видела Я не знаю 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 Так она где? В поликлинику Вот кто подойдет Спасибо Что значит давайте? Получается сейчас вы поможете коляску довести до машины? Ну конечно А кто поможет инвалиду из машины в коляску перегрузить и довести до бокса с той стороны? Я Только ты? Вы санитара какого-нибудь выделите? Я журналист Я бы помог У вас есть уборщики помещения Санитарий Сейчас Такой должности нет в поликлинике У нас же как бы Ну тогда ждем заведующего и просим его лично по-человечески Как должностное лицо Мне лично один раз ответил Она же у вас ходячая Подождите Вот я когда обратилась, чтобы выделите ему коляску или помогите вот то есть ее пройти с ними досмотрят по кабинетам Она же у вас ходячая? Угу А она ходячая? А она ходячая? Я могу показать какая она ходячая Она просто вот за меня держится и идет в любой момент, может упасть То есть я должна ее поймать и держать Нет, нет, на коляске однозначно И каждый раз рискуем И получается ее пидем А она уже падала раньше? Травма есть? Да Перелом ноги у нее был на ровном месте упал Тогда тоже мы вызвали скорую Приехала скорая одна девочка и водитель в машину Ну, женщин то наверно не надо, лучше мужчин Ну и есть у меня такое Двое мужчин Желательно Иначе будем заведующего просить Пускай сам помогает Двое мужчин Сами доставляли до травматологии И снимали гипс мы сами доставляли И до дома потом транспортировали А где она ногу сломала? До дома? Просто дома на ровном месте упал И всей массой прямо на ногу После этого она вообще боится ходить В воле без поддержки А там с поддержкой Это... Машина закрыта Там жарко И душно Да Пойдем вместе Мы сейчас придем О! Вообще закрыли сеткой О! Вообще закрыли сеткой Степан, ну какие-то горячие Здравствуйте? Угу Пофигите Сейчас дядя Врач приедет И примет нас Ладно? Это дядя Антон Это она предлагает в этот ход да, подойти Ну в принципе недалеко Мы сейчас где-то вот здесь вот находимся Ну она там arrange Здесь все перегорожено, вот так вот пойдем, и сюда нам предлагают заехать. 45 минут мы уже здесь. А главврач на месте? Он не здесь. А где? Благодарствую. Лифт есть, это хорошо. Инвалиды отказываются принимать. Почему? Не знаю. Выясняю. Инвалид первой группы, перемещаться не может, коляску не дают, санитаров не дают. Помощь. Это шестой. А нам какой? Восемь этажей, да? Угу. Ну хоть лифт нормальный есть. Давай. Да. О, а чего никого нет? Дыхание. Закрыто? Угу. Никого нет. Учебная комната. Учебная комната. Учебная комната. Старшая медицинская сестра. Склад. Пойдем к этой заведующей. Зам глав врача по ИВН. Здравствуйте. Заняты? Что вы хотите? Проходи. Здравствуйте. А кому? Подскажите, к кому обратиться? Просто сегодня понедельник у нас все заведующие на аппаратном совещании на Сибирской. Можно было бы подойти к следующей той клинике, но она тоже там уже. Подойдите к старшей медсестре, может она вам поможет. А где они? 820. 820. Ага. Благодарство. 17, 18, 19, 20. Старшая медсестра. Как нет? Есть? Вон. Проходи. Проходи. Как нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Подвините, пожалуйста, у вас старшая медсестра? Нет, нет, нет. Я не старшая медсестра. А как найти старшую медсестру? У меня до трех рабочих дней. Не знаю, где ее есть. А кто сейчас старший? Просто в соседнем кабинете. Кто сейчас старший вообще? Ответственный? Вместо главврача. Как не знаете? Вместо главврача. Ну, заведующий. Дежурный администратор. А где он? В каком кабинете? Ничего не знает. Пойдем на первый этаж. Ждать внизу. А кого ждать? Как кого? Обещали, что подъедут. До четырех на совещании. Проговорили уже. Время только 3.20. Первый этаж. Они вышли. Кто? Все. Ваши там. Пойдем. Музыка. 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 Вот они. Вот они вам. Мы наверх поднимались. Мне вам помощь. Музыка. Шум. Что? Мужчине нашлось? Есть парень. Где парень. Главное. Здравствуйте. Здравствуйте. Поможете доставить инвалидов? Ну а как по-другому? По-другому не получается. Как еще? Да, я у меня спрашивала. Говорю, ты одна? Давайте я вам помогу. Подойдите. Подножки смотри. Подножки вот сюда смотри. Аккуратно. Уворачивайся. Тише. 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 Все. Убрали. Убрали. Я не прошу. А подставки для ног нету? Да, вот что-то нету. Потеряли? Мойки взять. Вы ее до конца-то посадите спиной. Вот. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы на рабочем месте вообще? Я не обязан отвечать на ваши вопросы на камеру. Зачем время тратите? Я не обязан отвечать на ваши вопросы на камеру. У вас вот это время, что... Я не обязан отвечать на ваши вопросы на камеру. Да что такое? Я не обязан отвечать на ваши вопросы на камеру. Но отвечайте же. Я не даю вам согласия. Но отвечайте же. Я вам не даю согласия на свою видеосъемку. Я уже слышал это. Уберите камеру. Пройдите, можете там дальше снимать. Куда мне идти, я сам определюсь. Пожалуйста. Вы не имеете права меня... Не надо меня отправлять туда, куда я не хочу идти. Вы не имеете права меня снимать. Без моего согласия. Я вам не даю согласия на видеосъемку. Зачем вы в свое время тратите на это? Я не даю вам согласия на видеосъемку. Ваше рабочее время. Я не даю вам согласия на видеосъемку. Я не дал вам согласия на видеосъемку. Уберите камеру с меня. Хорошо, попробую помолчать. Уберите камеру. Я вам не даю согласия на съемку. Уберите камеру. Здесь вы не имеете права снимать. камеру уберите пожалуйста я так понимаю вы специальными намеренно провоцирует нет я стою произвожу видеофиксацию согласно закону о сми я вам не давал согласия на свою видеосъемку по-человечески будем общаться нет я с вами общаюсь абсолютно по-человечески где-то по-человечески вы одно и то же повторяете вообще я вообще не давал согласия на свою видеосъемку вот так нормально вот так теперь можем поговорить что вы хотите услышать в чем проблема я я все что хотел услышал мы с вами договорились что человек будет обслужен соответствии с законодательством будет оказана помощь медицинская правильно вас понят ну а почему раньше не оказывает почему женщина вынуждена обращаться к журналистам она уже второй день сегодня приезжает ой второй второй раз за сегодняшний день приезжает пришлось вызвать журналистов инвалид первой группы он не может передвигаться какие доставлять она замучилась коляска без подставок подножки почему у вас инвентарь не в надлежащем состоянии вы же за бюджетные средства это все делать мы вам платим налоги почему по-человечески нельзя было вообще поговорить женщины она уже замучилась почему сразу нельзя было выделить к коляску двух человек в помощи и доставить это инвалидов это хирург выслушать хотя бы по человеческой проблеме даже принимать не хотите имя и отчество напомните что такое я не обязан на вашу видеокамеру а я вас не беру интервью вам не стыдно занимать такую должность я вам не даю согласия на интервью на видео съемки я вас услышал зачем вы повторяете одно и то же вы не слышите как-то не слышал я вам несколько раз повторю что я вас слышал я вас что вы сейчас попадаете в кадр нет я вам не доверяю вы снимаете и записываете аудио ну что аудио тоже запрещено аудио тоже запрещено я вам не даю согласия на что я вас не беру интервью в смысле пытаясь я не пытаясь я задаю вопрос это вы пытаетесь избежать ответы на вопрос и все равно отвечаете я вам сказал что я не собираюсь отвечать на ваши вопросы не собираюсь да не собираетесь я это слышал но все равно отвечает благодарствую за общение я подожду я подожду машины я подожду машины и жду результатов берите камеру пожалуйста если договоренность сохраняется наша с вами я я подожду машины пожалуйста уберите камеру я не давал согласия на съемку всего хорошего и 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 Мази? Сказал, назначить по ножке, то, что она была сломана у нее, назначить ей рентген, получается, и УЗИ сосудов. А пока вот гепариновую мазь прикладывать, где опять повязки какие-то, в общем, мазь тоже, или помиколь, если ее при расческе. А, ну уже что-то, да, УЗИ вот расширился, да? Ну, это уже поможки, потому что был перелом, и я уже заодно как бы спросила, что делать, если ножа отекает, все равно перелом хоть там несколько лет назад был, боится ходить и болит. Ну вот продвижки есть, поэтому мы пообещали, по гемоглобин пониженный, он пообещал, что сам лично поговорит на дневной стационарной, но это опять же ее надо будет сюда возить, в больницу ее с сопровождением положить не могут, а без сопровождения они просто не справятся. Поговорит опять же, на дневной стационарной. Подожди, шумно, потом запишем. Виталий Анатолий, у тебя нормально вел? Он мне раз 40 или 50 повторил, что... Если бы вы знали, вы только не выкладывайте никуда это видео, вам проблем и не нужны. Татьяна, ты как решаешь, будем видео делать или дадим шанс? до руководства 50 раз повторила что запрещается это выкладывать что значит конечно не имеет права запрещать благодарствую до свидания недели говорю сколько можно вас ждать и она тоже типа что а чего вы ждете это же не ко мне это же к врачу вот все вопросы к врачу не нравится врач врача меняйте идите к мовчину вот мовчину идем он опять же нас из кабинета с конфликтами короче чё по итогам ты довольна поездка нет нет полностью я не осталась довольна потому что вот как было раньше так и сейчас то есть да хорошо то что вы добились попали к хирургу я смогла с ним поговорить а смотреть по факту он ее так и не смог то есть она не далась вы пришел бы он домой была бы спокойная атмосфера он мог бы ее посмотреть тут она вообще не далась то есть крик вопль не далась вот на словах опять же я ему объяснила ситуацию показала там снимки которая смогла сделать вот он назначил опять что гепариновая мазь опять там повязки то есть это все мазь левомиколь который мы мажемся уже полгода и гепариновая которая как бы рассасывает но они не помогают полгода она постоянно сидит то есть нельзя устранить сейчас саму проблему почему она образовывается и как мне объясняли то есть хирург должен назначить либо физиолечение какое-то элементарное массаж вот что-то я ему об этом задаю вопрос что почему вот например физио не назначаете там может быть какие-то есть компрессы которые можно поделать вот не гепариновую мазь а допустим какие-то растворы на что он говорит что вот давайте так попробуем я говорю мы полгода это пробуем полгода не помогает вот я вас сейчас взял давайте я попробую вот через неделю я кто это был хирург хирург в фамилии имя отчества не знаешь не знаю ну вот без понятия то есть они не представляются естественно хирург 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 ну в общем через неделю вот должна прийти опять терапевт к нам на дом наши участковые склады я приду просмотрю если результаты то есть от этого вот лечения и уже соответственно потом будем решать дальше что делать с этими пролежними я задаю вопрос могу ли я обратиться допустим может вы можете дать мне направление в травматологию потому что там все таки как бы хирурги сталкивались там же лежачих очень много у кого там переломы позвоночников и прочее то есть может быть они что-то подскажут не сказали вы не имеете на это право то есть лечение должны назначаться по месту жительства то здесь если там что-то экстренное случилось тогда вот только обращается в травматологии потом я задала вопрос опять же вот по ноге причем участковая терапевта она знает всю эту ситуацию она знает и по гемоглобину что мы постоянно с ней воюем и по ноге что она постоянно жалуется что она у не отекает после перелома мы посмотрим и все посмотрим мы придем мы вам перезвоним и по факту опять ждать чё ты думаешь будем видео размещать в дальнейшем будете оказывать все содействие чтобы оказать помощь как это должно по загадать что я вам окажу содействие мы вас возьмем уже неоднократно говорил шал свое слово неоднократно знаете то есть вот действительно мы обращались к нему я приходила я просила группа менять и мне терапевта дежурного нашего вот участкового но не устраивает меня она как врач но не помогает она мне вот он один раз отправил девушка пришла действительно как бы грамотно поговорила выписала лечение там на тот период она помогла после этого опять у нас ведет крылова то есть и он говорит допустим да мы возьмем эту проблему на заметку что мы вот решим этот вопрос первые два дня нам звонят вроде там все назначают как увидели что мы опять сами ползаем по этим кабинетом опять полный игнор вот опять же также не приезжаю они знают меня знают нее вот мы бы знали что вы приедете мы бы вас встретили я говорю ничего что это нечестно мы неделю ждем вас дома вы знаете что мы ждем и вы не приходите а сейчас получается мы виноваты в том что мы приехали сюда я считаю что это не должно быть так не должно получается вместо улучшение в три раза вместо одной мази назначили 3 замечательно не анализов опять же никаких ничего вот который анализ взяли во вторник у нее он опять показывает гемоглобин в три раза ниже и ничего с этим не делают где вот опять же что какие рекомендации предложили вот по на дневной стационар поездить опять же поездить это как то есть я ее из дома вытаскиваю сажаем машину везу сюда здесь опять вот так вот еще на себе туда то есть домой не вообще ни в какую не хотят приходить дома не положено а домашний стационар нет видимо нет то есть подожди домой никого сколько раз приезжай ну вот за все время вот за последний год что мы приехали с мужем сколько раз я вызывала столько приезжаем 4 не какие-то действия какие они действия произведения просто смы осматривали и мазь каждого подожди четыре раза выписали мазь да и два раза вы выписали по моей просьбе ей сдать кровь когда я уже сама ну что мы тотему пьем вот железо мы пьем два месяца пропили нам сколько еще пить и вы хоть кровь то у нее возьмите они приезжают берут кровь я прихожу опять за результатами сама приезжаю к ним я спрашиваю результаты опять ниже пейте дальше полгода так год у нее уже гемоглобин как бы низкий но полгода я пытаюсь уже сдвинуть с мертвой точки но результата не мы пропили вот эту тату тему постоянно пропеваем еще какие-то другие железо там феррум чего-то я название сейчас не вспомню все по назначению врача потом комбили пена она рекомендовала витамины группу b тоже мы пропоили покажи книжку эту книжку инвалида 1 степень как она снаружи только справка инвалидности справка есть на а снаружи как выглядит скажи нет это корочка а это это просто обложка она ведь сама по себе справка вот она идет это чтобы ее справку понять первая степень на один из группы один написано что первый вот группа первой написан страция города распоряжения об установлении обосновлений пики значит видео уклады из года в год вот это отношение она не меняется и это и бесит потому что уже ну ты мне скажи вот мы сейчас приехали я смотрю они надели маски перчатки некоторые бейджики смотрю сразу у них появились то есть они начали руки тебе гладить да это как-то забегали коляску выкатили двух сотрудников нашли так всегда происходит а как происходит обычно происходит что мы туда приехали я забежала к ним попросила вот у них помогите мне нужно инвалиды доставить вот коляска берите доставляете вот я беру коляску подкатываю кто кого-нибудь прошу чтобы эту коляску подержали ее придерживают я в это время лену достаю коляску сам же все сама делаешь закатываю туда по пандусам по этим в этой же коляской мы ходим по самой поликлинике кушетки там какие-то если вот нужно осмотру поднять или что это все сама все сама вот сегодня я специально не стала вообще к ней приближаться то что вот они сами закатывали и все до этого не было такого не было вот коляска пожалуйста это коляска то она в основном стоит по большей степени мы ее заставляли то есть на себе вот стараюсь чтобы она побольше прошла чтобы немножко ноги размяла думаю пока я здесь хотя бы к врачу думаю прогуляемся и вот иногда мы пешком с ней идем вот на своих ногах потихонечку до этого кабинета в кабинет люди нас без вопросов пропускают и все видят что инвалид проходите все заходишь кабинет и начинается идите вот в тот кабинет идите в этот я говорю меня инвалид на руках вы же можете врача сюда пригласить вы можете еще что-то уступок нет сюда зачем вообще приехали а почему вы на дом не вызвали а почему вы это я объясняю что вот каждому нужно разжевать объяснить что вот я приезжала я вызывала и прочее и вот каждый раз так бегаешь пока кабинеты все на первом тоже находится на каких еще ну вот восьмой этаж это там у них руководители в основном она раз приходится только заведующему то еще куда-то вот на 8 бегать терапевты ты сама бегаешь или вместе с еленой на четвертом конечно сама вот когда я назначают то есть по всем восьми этажам вы с коляской но на этих на лифтах смысле без коляски иногда я ее заставляю ходить то есть вот сама без коляски с ней прихожу но у нас же упасть нужно не ждать держу держу на себе маска чтобы немножко расскажем из это по территории поликлиники никто не помогает не ходим ни разу к нам не подошли не придержали не предложили эту коляску ясно никак не доставить на этой каталке не поднять элементарно игры помогите мне вам что грузчик что ли водитель скорой нам тогда так ответил дима у меня был на сессии брата тоже в городе двоюродного не было попросить никого время под вечер уже под ночь я по всем соседям тараню в двери что пожалуйста помогите вот там сестра ногу сломала кое-как вот силами соседей мы ее подняли погрузили в скорую привозим в травматологию там получается ее выгрузили естественно сразу на каталку на снимки там прочее то есть объяснили что перелом операбельный но операцию делать нельзя вот попробуем вот так зафиксируем и как вы поймаем вот эту кость и попробуем чтобы она срослась все поймали наложили гипс опять повторно на снимок снимки сделали что вроде хорошо все можете ехать домой как ехать у нас не каталки с собой не машины на тот момент не было как ехать куда ехать мы не знаем это не наш проблем обращайтесь социальное такси получается тогда вызвала и такси попросила мужиков опять же там помогли нам с горем пополам и на такси вот ее с этой ногой погрузили привезли домой дома кое-как опять же силами соседей выгрузили уже ночью положили я на следующий день пошла социалку узнавать за социальное такси что такое социальный такси как она вообще предоставляется там не объясняет вам сначала надо получить программу индивидуальную и пырку индивидуальную программу реабилитации я давай за эту программу кучу опять же там обследование там всего-всего в общем поназначали все это по проходили побегали получили пырку чтобы вызвать социальное такси вот сейчас ей положено у меня есть и пырка где прописано да то есть ей положено социальный такси заявку вы должны делать заранее за неделю за неделю вот если мне нужна машина например мне назначили сюда в поликлинику там до врач я за неделю должна сделать заявку на социальное такси тогда мне его предоставит если экстренное что-то вот случается опять же есть скорая а то что скоро не может доставить как бы тоже не их проблемы и вот так везде куда не коснись получается ты у вас на иждивении инвалид да и выше береги не помогаете приюту и животных сколько у вас там 85 кошек я сейчас уж точно не знаю потому что тут заберут пятерых подкинуть сейчас сама пытаюсь завести карточки то есть вот в группе в своей пытаюсь фотографию каждого и фотографии уже подписывает там мальчик девочка что и как чтобы самой вести учет этих животных а вообще вот собаку например вчера тоже подобрали опять же перкованная выпущено отловом желание на улице видео с административной комиссии видел я про него же говорю что увидела его как вы снимаете вот эти вот пандусы показывать вот эти подъемы для инвалидов в первый раз увидели ужаснулись а я каждый день это вижу каждый день на протяжении уже 35 лет а те не смешно когда ты читаешь новости о том что сургут признан самым лучшим городом для проживания смешно очень смешно и грустно на мгновенно но всегда стоят машины то есть занижают занижение вот здесь вот есть но там все равно порожек остается порожек остается и машины всегда стоят здесь а там а там дальше нету да никакого порожек везде везде порожек здесь здесь побольше порожек здесь тоже порожек и здесь еще один порожек пандуса нету этаж у вас какой полив всегда работает здесь порожек здесь еще один порог высота ну где-то сантиметров 5 6 и здесь вода выкатываете получается здесь нам объясняют что что-то там по ширине то есть нету возможности если можно же вот здесь вот здесь уже сбоку можно сделать можно но видимо некому нам объясняют что не положено как-то там что-то там не получается даже я найду вот специально люди поднимали этот вопрос жители жильцы у нас же здесь не только алена инвалид живет на втором этаже под нами прям тоже девочка инвалид живет мы вот на третьем этаже поднимали этот вопрос я даже скину специально сжеву вот эту распечатку то есть их ответ управляющая компания директор русин алексей александрович сюда пройдите вместе с вашим телефоном рукоприкладство применять если я применю к вам рукоприкладство очень плохо со здоровьем это угроза это не угроза а что это вы спросили я ответил я пришел подать заявление присядьте сейчас заявление вам надо вы присядьте камеру пожалуйста уберите я вас предупреждаю последний раз основания основания такие что я запрещаю взяться даже не за что перила нету ничего нету перила нету ничего нету все что есть здесь закатываем это лифт лифт коляска наша в лифт входит прям впритык вот если ее закатываешь не дай бог она высунут руки колесами ее прижимает то есть вот сам лифт вот этот проем не предназначен для коляски то есть вот узенький вот ровно-ровно коляска то есть она у сантиметра сюда входит в этот лифт а когда лифт не работает и такое здесь бывает очень часто нам приходится поднимать песочком ее опять же можно пожалуйста продолжать так в 2001 году лифт запущен сейчас у нас 20 19 лет то есть через 6 лет должны поменять лифт здесь тоже нету перил никаких ни справа ни слева ну даже если учитывать что если и на третий этаж вы тогда поднимаетесь даже если учесть что лифт работает да тут все равно получается вот это расстояние надо проехать на коляске спуститься вот в этой лестнице без перил и преодолеть несколько порогов здесь ската нету есть порожек вот такой где-то 3 пальца даже 4 4 здесь еще один порог высота его больше четырех пальцев 5 даже пальцев здесь порожек здесь семь с половиной пальцев где-то 15 сантиметров никакого ската нету как он называется правильно пандус перил тоже нет это был адрес 30 лет победы 39 четвертый подъезд действительно не буду ничего делать он уже последнего не хотел последний я специально там ждал он он я таких вообще никогда не видел вот помнишь знаешь как он разговаривает она же у вас ходячая вот я тогда и психанула на него я ее просто вот посадила перед его кабинетом и говорю вот она вот вам все направления которые ваши врачи назначили вот вы ее сейчас берете за руку и идете с ней по всем вот этим кабинетам ну покажите мне какая она у нас ходячая так он ее с места сдвинуть не смог но даже тогда он не вызвался не так даже тогда они не предложили коляску не придется счетчик делать на то сколько раз он что говорил он реально раз в 40 или 50 сказал я говорю я вас я вас услышал для них же это ну-ка а он же еще не знает откуда вы буквально как журналист сейчас они узнают я же представился антон николаевич булгак ну журналист откуда он же не знает у него поэтому и паника что ну-ка ты не волнуйся сейчас город сургут маленький сейчас узнают вы, говорит, родственника попросите чтоб никуда не публиковывал это видео а я же пешила какого родственника вы о чем все мы родные мы же все решим мы же все давайте идти друг другу на уступки я говорю а почему вы раньше-то не на уступки не шли? почему вы доводите это не на уступки это не уступки так а вот для них это уступки что значит уступки они обязаны это делать им за это деньги платят они не хотят трудиться в процессе обучения в процессе практики и вот этой недолгой работы я для себя усвоила что в каждой поликлинике должен быть обязан по закону быть специалист по социальной работе который должен ввести вот эти карточки именно инвалидов всех участков и отправлять туда терапевта хотя бы раз в два месяца просто проверить состояние здесь такого нету что? нету вот за всю жизнь сколько она тут живет с 2001 года чтобы сам терапевт позвонил или пришел нету такого социалки они должны патронаж вести вот хоть бы раз за год они пришли проверили состояние жилья как они вообще живут вдвоем у нас не хорошо не вести у мазки взять 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 да? наконец-то покаталась Продолжение следует... Продолжение следует...